На самом деле определяется достаточно легко 7 вещей, 7 признаков, которые вызывают стресс. Сейчас мы с вами быстро, бегло проговорим эти факторы. Здесь не будет для вас ничего инновационного. Я думаю, все слова понятны. Тем не менее, согласно разным ресерчам и статистике, это как раз то, что изнуряет человека, сотрудника изнутри, быстрее всего и приводит быстрее всего к профессиональному выгоранию. Итак, первое – это длительное интенсивное общение, включающее в себе множество эмоционально сложных ситуаций. Естественно, первично, кто этому подвержен? Это селс-менеджер, это бизнес-девелоперы, это руководители, которые общаются с заказчиками, партнерами, клиентами с большим количеством сотрудников. Как раз те директора, которые уже многие годы в компании, на них на самом деле внимания уже не обращают, это лояльные сотрудники, которые доказали свое место под солнцем, которые вроде бы всем счастливы, они не обделены зарплатой, условиями, какими-то дополнительными возможностями. На них чаще всего забиваются рукой, машутся и не обращаются внимания. Тем не менее, сотрудники, которые в компании около пяти лет, пять с хвостиком, и которые как раз очень много общаются с другими людьми, но не просто так поболтают, а действительно в сложных каких-то эмоциональных ситуациях постоянно пребывают. Вот они подвержены к профессиональному выгоранию больше всего. Почему? Потому что, безусловно, вот эти сложные, неординарные ситуации, отсутствие поддержки от руководства эмоциональной, очень много похожих друг на себя работ и задач на протяжении длительного времени как раз и изнуряют, приводят к тому, что вначале человек просто устал, потом он уже, возвращаясь на работу, понимает, что снова та же каша, как бы ее уже неинтересно есть, и потом начинает дальше передвигаться по всем этапам эмоционального выгорания. Будьте внимательны к этому и помните, что ваше внимание надо и самым болтливым, ярким и открытым, и тем людям, которые лояльны давным-давно в компании, не обделены ничем, всем нам необходимо какое-то внимание. Второе – это недостаточная профессиональная подготовка. Я за последний год столкнулась с двумя ситуациями, на самом деле это очень много, когда я видела, что люди росли достаточно стабильно, вертикально в других компаниях и успешно себя продавали, то есть могли набить себе цену. Потом перепрыгивали, грубо говоря, на три головы выше, на три свои головы выше, и продавали себя в какую-то энную компанию намного круче, чем они есть на самом деле, чем их знания есть на самом деле. Меньше, чем за год, у некоторых это было шесть месяцев, у одного было шесть месяцев, у второго – девять месяцев. Они на работе сгорали. Они сгорали от того, что у них не было знаний, опыта, навыков выполнять свою работу, за которую они должны были получать, и получали постнословные деньги, да, плюс какой-то статус, плюс ожидание коллег, плюс, естественно, те люди, которые претендовали на эту должность, а их, так сказать, подсидел вот этот вот герой, который из ниоткуда появился. Безусловно, очень много стресса, давления, очень много провалов, неверно принятых решений, которые в итоге приводили к тому, что люди выгорали и уходили не просто на ступеньку ниже, не просто возвращались на свое прошлое место, где они тоже уже как бы не нужны, а возвращались на несколько уровней ниже, на много хуже условиях, даже в которых они были до того, как перейти в эту компанию. Это два реальных случая, которые я встретила, да, уже, грубо говоря, вот за последний год. Вот, будьте внимательны к тому, что вы требуете, будьте внимательны, кого вы набираете. Очень круто себя, конечно, продать подороже, да, и прийти получать побольше. Тем не менее, будьте готовы, что за это вас будут спрашивать, если, конечно, ваше руководство грамотное. И точно так же относитесь к тем людям, которых вы наняли. Если даже собеседование прошло феерично, да, и вы хотели запустить салют как бы в честь этого сотрудника, тем не менее, его реальные дела, его результаты только показывают на то, насколько он сильный. Если вы видите, что человек постоянно в каком-то шарике, да, не понимая, куда он делает, что он, извините, куда он двигается, что он делает, и, в принципе, какой у вас следующий шаг, и находится постоянно растерянность, и вы видите, что это все приводит к стрессам и так далее, то, возможно, вы просто взяли не того человека, возможно, вы сделали ошибку. Безусловно, можно помочь тем, что поставил грамотного ментора, если вы видите у человека хотя бы способности, амбиции расти и двигаться дальше. Если нет, то сделайте и ему, и себе одолжение, и, грубо говоря, как можно раньше, примите какие-то меры, чтобы на этом сотруднике не было столько ответственности, сколько обязанностей, которым он еще не готов. Следующий важный момент – это эмоциональное взаимоотношение с клиентами и коллегами. Как я уже сказала, это очень важно, и в 80% случаев у джуниор и миддл сотрудников, которые выгорают, как раз связаны с тем, что они находятся в каком-то дискомфорте, общаясь с тем или иным человеком. Если сотрудник действительно для вас важен, вы понимаете, насколько он профессионален, насколько он крут, тогда поменяйте ситуацию. Грубо говоря, бывают такие случаи, мы сами с вами это разбирали, когда один человек не может работать с другим. Патриоты никогда не сработаются с инструментальщиками, например, это абсолютно очевидно. Если, грубо говоря, они будут вместе, они будут только друг друга раздражать, демотивировать, и в итоге это приведет только к профессиональному выгоранию, эмоциональному и профессиональному. И никакой пользы ни для вас, как для компаний, ни для них, естественно, это не будет. Не будьте упрямыми, не пытайтесь свести то, что нельзя свести. Будьте грамотны, будьте разумны. Да, прикладывайте усилия для того, чтобы людям было комфортно друг с другом работать. Следующий момент – это профессиональная ответственность и контроль. Здесь даже те люди, у которых есть знания, навыки, опыт, достаточно, чтобы выполнять сложные задачи, нести за них ответственность, перебывая в постоянном вот этом давлении, в этом стрессе, в конце концов могут перегореть. Компании, давайте так скажу, на примере зарубежных компаний, все знают Энстон Янг, да, вроде бы большая знаменитая компания, или МакКинзи, в которой бы хотелось работать. Хорошие зарплаты, хорошие условия, как бы, почему бы и нет, международные и так далее и тому подобное. Тем не менее, из 100 новонанятых сотрудников, 80 человек не проработает и 6 месяцев в этой компании. О чем это говорит? Компания жирает эмоционально людей, которые готовы применять ту зарплату, условия и так далее, да, на что-либо другое. Кстати, чаще говоря, еще и не хуже по условиям. Но не оставаться работать вот этим стрессом, вот этом всем напряжении. Да, кто-то остается, кому-то комфортно работать вот этой постоянной агрессии, конкуренции, перерабатывать, кому-то комфортно жить работой. И это нормально, да, такие люди есть, как бы это окей. Вот эти 20 человек из 100, они останутся и будут работать. Но если вы действительно абсолютно трезво себе признаетесь, я не хочу быть одним из них, да, я не хочу работать постоянно в стрессе, я не хочу постоянно понимать, что я опоздал по всем задачам и должен был их сделать на вчера, я не хочу жить в офисе по 100 часов в неделю и так далее, и так далее, говорите себе это откровенно и честно. Если вы хороший специалист, вы в любом случае найдете себе другое место, где ваши, да, способности пригодятся, как бы где вам будет комфортнее, где компания вас будет больше ценить. В любом случае вы должны в первую очередь ответить себе, да, где мое место, где мне комфортно быть, где я могу быть полезен и где мне будет полезно быть. Только так, никак по-другому. Пятый момент – это изоляция от поддержки коллег. Мы с вами говорили очень много и будем говорить о том, что поддержка со стороны руководства, поддержка со стороны коллег, поддержка даже со стороны подчиненных, которые понимают, почему меняются планы, цели организации, почему то, что было важно на протяжении последних шести месяцев, теряет свою актуальность. Это очень важно, это заряжает. Если человек работает один, да, и борется с какими-то ветряными мельницами, которые он придумал сам, скорее всего, это не приведет ни к какому результату. Точнее как, он будет тянуть эту лямку, как ослик, долго-долго-долго, но потом как бы и ослика, да, силы сякнут. Поэтому моя вам рекомендация – смотрите за теми сотрудниками, которые горят идеей и делают что-то абсолютно самостоятельно. Очень часто мы видим, что человек горит, идея делает это самостоятельно, не просит помощи, поддержки. Ну, классно, что на него время тратить? У меня есть там куча других проблемных. Это неправильно, да, вы должны уделять время в равной степени всем. Естественно, эмоционально вам с тем, кто горит идеей, будет вначале легче. Но это же и классно. Зато вы не доведете тогда, когда он перегорит свои идеи и скажет, все, компания мне не дала там своего, да, или вообще ничего не хочу делать, или, ну, его нафиг это идти, как бы я уйду помидорчики сажать. Как бы не доводите до этого всего, а пытайтесь в равной степени уделять внимание всем своим людям. А если же вы один и тот сотрудник, который чувствует, что вы одни горите этой идеей, компания, она, в принципе, больше никому не нужна, ну, спросите себя, почему, да. Объективно, если вы найдете ответ на это и поймете, что компании-то не надо, потому что просто не надо, да, как бы она не может с этого получить прибыль, либо это не актуально, либо еще что-то, тогда подумайте, насколько это важно для вас. Если так важно, попытайтесь, грубо говоря, сделайте последнюю попытку донести это до руководства, если нет, попытайтесь сделать это в другом месте. Если же, в принципе, вы понимаете, что, как бы, вы боролись с этим только потому, что думали, что это важно компании, на самом деле нет, найдите новый фокус, да, найдите новое увлечение, не дотягивайте до того момента, когда вы перегорите и иссякнете. Как бы лучше что-то оставить сделанным вот в таком виде, в каком есть, сказать, вот оно принесло столько-то, больше не принесет, я переключаюсь на вот это, которое может дать вот столько-то. Это классно. Грамотный, сильный менеджер умеет признать, когда надо говорить стоп и переключаться на что-то новое. Шестой поинт, о котором тоже часто, честно говоря, не говорят, когда идет тема burn-out, это вознаграждение. Если ваши сотрудники недостаточно финансово мотивированы, то, скорее всего, в итоге у них пропадет желание делать то, что они делают, особенно если они отчетливо явно понимают, сколько они стоят на рынке и сколько компания ABCDE, которая находится в близлежащем квартале, может дать за те или иные вещи. Причем тех сотрудников, которые будут инструментальщиками, профессионалами и многими другими, их чаще всего это не будет изнурять изнутри. Это будет скорее вызывать какую-то агрессию и рано или поздно они вымахнут ручкой и скажут, не, чувак, ты не доплатил объективно, давай, до свидания. Самое худшее воздействие как раз вот этой недоплаты, грубо говоря, сказывается на патриотах, которые любят свою компанию, руководство, любят своих коллег, вот они как бы за идею, за дело, за все, за все, за все, но объективно, постоянно, регулярно слышат о том, что они недооценены, о том, что как бы вот другая компания хочет больше тебе дать денег. И вот это все их начинает жрать изнутри, они начинают себя задавать вопрос, ну как же, я вот так люблю компанию, вот так люблю все, что мы делаем, выкладываясь по полной, как бы и так далее, а компания меня никогда не хотела повысить. А проблема в том, что патриоты практически никогда еще и не просят прибавки, набавки, премий, бонусов и так далее. Это те люди, которые считают, что, ну грубо говоря, они должны делать, впахивать, да, показывать свою любовь и так далее, а руководство должно само понять. А руководство вот как раз для вот этих, на вот этих непроблемных сотрудников чаще всего не обращает внимания, да, грубо говоря, так, тут все хорошо, не так всем довольны, переключаясь на тем, кто меня постоянно о чем-то просит, дергает и так далее. Вот это неправильно, да, возвращаясь к предыдущему пойнту, вы как руководство должны уделять равное внимание времени всем в любом случае, чтобы понять, что человеку надо и что можно дать сотруднику. А если же вы тот подчиненный, ну осмельтесь, переступите через себя, да, как бы просить не надо, вы должны аргументировать, почему вы заслужили, да, прибавки, надбавки, как бы и что вы для этого сделали, что вы принесли компании. Быть услышанным это право любого сотрудника, дальше, какой будет результат. Безусловно, это очень индивидуально, там, где вы работаете, там, какие у вас отношения, там, какие результаты вы успели действительно достигнуть для компании. Тем не менее, выговориться, это ваше законное право, и поверьте, не забивайте на это, не подавляйте себе, я слишком гордый, я там стеснительный, я еще какой-то. Это нормально говорить о деньгах. В любом бизнесе мы в том числе ради денег, да. И последний поинт это ценности. Если ценности идут в разбег внутренним миру сотрудника, то результата не будет. Если в компании, в принципе, да, грубо говоря, цены те сотрудники, которые агрессивны, нахальны, грубы, достигают всего своего напролом, то тем сотрудникам, которые, в принципе, да, за этичность, за какие-то рамки, барьеры, за субординацию, им будет некомфортно работать, и в конце концов все это их будет подавлять, и поверьте, профессионально развиваться они не будут. Смотрите сами, как менеджер, как руководство, есть ли у вас такие в команде. Если есть, лучше для них придумать ту работу, где, грубо говоря, не требуется, да, идти напролом по чужим головам и судьбам. Если такой работы, в принципе, нет, и вы сами тот, который говорит, нет, я хочу оставить, вот, грубо говоря, вот таких танков только в коллективе, но это ваше решение, тогда, да, проводите какие-то грамотные чистки в рядах своих коллег. И то же самое по поводу сотрудников. Если вы чувствуете, что вам дискомфортно работать, и вы не тот, грубо говоря, кто нужен компании, вот по этой причине, окей, это нормально, да, не все люди сходятся, не все мужчины сходятся со всеми женщинами, да, каждый ищет себе пару и на протяжении энного периода времени. Кому-то везет быстрее, кому-то позже. Вот точно так же и в компании. Не изнуряйте себя пожизненно, вы должны найти то место, где атмосфера вам будет комфортна, где вы будете приходить и понимать, что ваши внутренние ценности не идут вразрез тем, что хочет от вас компания. В таком случае вы сможете построить какую-то синергию и достигнуть нормального, хорошего, зрелого результата в конце концов. Если же нет, у вас будут какие-то возможно успехи, но они, скорее всего, будут случайного характера и в любом случае они не будут признаваться, потому что у вас не будет той, грубо говоря, последовательности, да, характерной, которая ожидает от вас компания. Умейте этого признавать, умейте это признавать, это неплохо, это абсолютно нормально, да, не все люди сходятся, как бы помните себе это в голове и не заставляйте себя перестроиться, если это, в принципе, не то, кем вы являетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова